В предыдущих частях ссылка будет в описании. После поиска всех возможных проблем мы закончили на том, что наиболее вероятной проблемой, из-за которой перестал нормально работать автопилот, является помпа автопилота. Там она размещена. Я не буду пересказывать все, что было в тех частях. Вы их можете всегда посмотреть. Поэтому давайте сразу перейдем к делу. Я сейчас покажу записанный полгода назад материал и буду комментировать, сидя здесь, может быть там, может быть даже здесь или здесь. Ведь автопилот работает теперь. Буду комментировать, что там происходит в том записанном материале. Для начала давайте посмотрим демонтаж помпы и что там было обнаружено. Помпа там, я напомню. Увидев эту стружку в районе резьбы клапанов, я подумал, что она была причиной проблемы. Ну, могла быть. Хотя сильно в этом сомневался. Стружка явно из-за неочищенной резьбы при производстве. Но она довольно крупная, чтобы быть источником проблемы. И расположена она в самой резьбе. Так что это было только предположение, которое я высказал производителю помпы. И тогда они предложили мне отправить ее для исследования и прислать мне новую. Я очень хотел опробовать эту старую после очистки, поставить заново, чтобы убедиться, что проблема была или не была как раз таки в этой вот стружке. Но в то же время очень не хотел заново прокачивать всю систему. Поэтому я выбрал вариант замены помпы на новую, чтобы отправить эту им старую. Но сперва я решил провести дополнительные эксперименты. И давайте посмотрим их. Для начала я решил проверить работу моторчика. Не этого. Чтобы убедиться, что он не сгорел или его мощность не упала. То есть надо было ему дать поработать на холостом ходу, померить ток и посмотреть, что он не греется. Вот как это было. Продолжение следует... Продолжение следует... То есть ток в пределах нормы и он не греется, значит замыканий нет. Также вы видели, я проверил его на способность преодолевать усилия удержания, соорудив там пластмасску, которую вы видели, такую красненькую с дырочкой, пластмасску-держалку. То есть стало ясно, что дело не в моторчике. Кстати, производитель сделал предположение, что вот там вот деталюшка, вот в этой красной, которую вы видели, в центр я вырезал и надевал на этот шток. Сейчас нет у меня с собой схемы, чтобы вам показать. Деталюшка, которая соединяет мотор, вот этот вот шток с блоком шестерней, скажем так, она сломалась из-за того, что я тестил от 12 вольт напрямую автопилот зимой, когда настраивал. И типа прикладывал, приложился большой момент и поэтому сломалась. Об этом в других частях видео было рассказано, но это не подтвердилось, эта часть целая. В общем, я получил новую помпу, она уже там, и решил сравнить работу клапанов. И вот как это было. То есть из резервуара туда все открыто, получается, на оба канала в обратную, все закрыто. Если перевернуть, там клапан по-другому устроится, то все то же самое. Когда мотор работает, крутится там шестеренки, все то же самое. Ну, в принципе, а что могло быть другое? И еще один эксперимент, который я показывать не буду, но объясню на пальцах буквально. То есть дуем снова сюда в резервуар. Если я закрываю два, то давление я чувствую на оба пальца. Если я закрываю только один, то на тот, который закрыт, я давление не чувствую, оттуда не выходит. Все выходит через противоположный. Ну, или если я этот закрою, все выходит из этого, сюда я давление не чувствую. Пришла новая, просто засвидетельствую факты, и все. Вот так я не слышу, чтобы там ходил клапан, как на той предыдущей. Возможно, потому что там залито масло, поэтому откручиваю проверять. Пока что я не услышал никаких кликов клапанов, как было это там. Сейчас мне нужно перекинуть эту гайку сюда, потому что я хочу линию резервуара иметь здесь, как и на той помпе. Гайку я перекинул, ничего там не кликает, отсюда ничего не льется, только вот это красное, ну, какое-то, наверное, заводское масло. Сейчас я вам покажу, как кликало там, она у меня все еще. Да, покажу, как кликало, я явно визуал. Тишины сейчас нету, но вы должны услышать. Давайте попробуем прислушать. Должны услышать. Ну, я попробую еще тот тест, не знаю, он в этом видео был или нет, дуть сюда и смотреть, что будет. Попробую аккуратненько, нежненько. Хотя ничего не нарушится, да, там, ну, шестеренки, они не испортятся из-за того, что я там просто немножко давление подал. Я вам коротко только покажу, потому что я, наверное, показывал где-то этот тест. Сюда дую, выходит из обеих портов, обоих портов. Один прикрываю, давление на него не создается, выходит отсюда. Через порты обратно не выходит. Все работает так же, как и на той. Но после этого я тоже не услышал никакого клика. Я делаю очень большое предположение, что все-таки там сломан этот клапан, что-то с ним произошло. И делаю предположение, что вот из-за той стружки, которая была там. Будем ждать комментариев производителя. Как вы увидели, работа клапанов на старой и новой помпе при проверке таким способом, что вы, собственно, видели, одинаковая. Мне ничего не осталось, как поставить эту новую помпу и посмотреть, произойдет ли чудо. Одновременно с этим я решил немного модернизировать трассу, а также заменить масло. Хотя использовалось оно не больше недели, но тема со стружкой напрягла. Вот как это было. В общем, вот такая кака-кола слилась вместо прозрачного. И это я уже прокачал 2 литра, в принципе. Ну, затолкал, по-моему, не помню сколько, но по-любому. А что оно так чернеет? И как бы всего-то была, ну, неделя в целом так, 7 где-то дней выхода. Кто знает? Ну и вытолкалось его, кстати, только пол-литра. Даже на пол-литра не наберется. Где остальное? То есть получается только свежим проталкивать. А свежим проталкивать, это не знаю, насколько тратить. Кто, кстати, знает, чем можно промывать гидравлическую систему. В общем, вот примерка зреет. Такой, значит, передел. Здесь 45 беру. Без тройника никак не обойтись. Если шланг отсюда брать, что как бы лучше, наверное, да, прямая линия, то изгиб шланга большой, плохо тут кладется он. То есть все равно с 90 градусов получается мы остаемся. И вот здесь будет, значит, сливной клапан. Это уже... Вот он будет здесь вообще идеально, получается, стоять. Ну, сливной, пропускной, блидер, короче, прокачки. Вот. И там под помпой сейчас тоже пойдут переделки. Ну, там тоже, получается, 90 градусов мы заходим от автопилота. Вот. А переделка вот эти, которые два идут туда. Это в оригинальном еще ролике. Мне они не понравились. Я хочу еще 45 градусов добавить, чтобы не пережимать. Трубки там дурацкие, не тимуровские, не тамуровские, пластиковые. В общем, вы увидели цвет масла. Даже больше скажу, в нем была странная взвесь. Я об этом записал видео. Если не забуду, ссылку поставлю. В итоге, по предположению производителя помпы, сперва было сделано предположение, что это, типа, взвесь от смазочных материалов. Ну, я же прокачивал уже, распять систему. Поэтому затем было сделано предположение, что это от алюминия. Подобно тому, как остается вот у вас на руках, когда вы с алюминием поработали. И, типа, на работу это не влияет. Вы видели также, что я заменил трассу, убрав. 90% углы, 90 градусов точнее. Но не везде, не везде. Это полезно. Конечно, это не имеет отношения к проблеме. Вы видели еще, что я решил встроить в резервуар прозрачную трубку, чтобы наблюдать за поступлением масла из резервуара помпы рулевой. И давайте я, кстати, вам покажу просто, как это выглядит сейчас. Вот, значит, прозрачная трубка. Она защищена там от солнца. Ну, масло защищено, да? Карманом, который я могу поднимать, чтобы видеть ее. Вот это вот все здесь лежит, потому что подтекает вот в этом районе Калпануа, потому что пришлось здесь организовать склейку. Ну, типа, Локтайт, держатель резьбы. И я такие вещи не люблю. Я им не доверяю. И правильно. Но я уже знаю, как переделать. Вот. В принципе, это было покрыто все в каких-то других частях. Нет. Ну, давайте, ладно. Попробую полезть туда. Хотя в Топилот же работает. Можно и полазить. А, ну, мне будет тут не очень удобно. А, нет, смотрите. Я вижу через телефон. Вот тут у меня было проблемное... Где? Вот. Вот тут было проблемное место. Это убиралось все напрямую, когда здесь было 90 градусов в ящик. Потому что я спиротрассу проложил, потом про ящик стал думать. Поэтому я здесь переделал 45, чтобы не было жестких изгибов, потому что здесь я в итоге оставил родные нетамуровские пластиковые трубки, отвратительные трубки. Ну, и как видите, сейчас я на автопилоте успешно занимаюсь троллингом. Вот, возвращаюсь здесь, стою где угодно в данный момент. Вот так вот, чтобы показать вам, что все успешно работает. По работе автопилота у меня очень много видео есть на канале в этом же плейлисте. Смотрите, подписывайтесь, чтобы узнать, когда выйдет сага троллинг на автопилоте. Там вообще будут покрыты все режимы его работы. Так что же было? Производитель сказал, что было подтверждено слабое давление в помпе автопилота в результате износа карманов для шестерней. Я в течение двух месяцев несколько раз пытался выяснить их предположения о причине износа карманов, но так и не получил ответа. Возможно, у них предположений нет, поэтому давайте строить свои собственные. Во всех частях этого блокбастера я изложил вам все факты. Все эти же факты были изложены производителю. Я не буду повторять все, только кратко напомню. В какой-то момент я заметил перегрев помпы, трогал ее. Это было в предыдущих частях. После этого все накрылось. Напомню, что помпа очень надежная, используется на многих судах, которые вот с этим тазиком, они вообще даже несравнимы по размеру. Что же могло так износить карманы шестерней всего за 4 рыбалки? Примерно 7 дней, примерно 70 часов. Если отбросить идею о браке производителя помпы, то у меня только одно предположение, что она сломалась в результате попытки поработать автопилотом на большой скорости около 30 км в час на глиссере, когда рулежка представляет сложность. Даже вот мне рулить на большой скорости просто сложнее. Я об этом недавно выпустил видео, ссылку поставлю. В принципе, мне и сейчас рулить на скорости тяжело с этой гидравликой. Я думаю, помпа, короче, перенапряглась. Не должно так быть в реале, но других предположений у меня нет. Более того, теперь я даже не предпринимаю попытки поработать автопилотом на большой скорости, чтобы проблема не повторилась. Это, конечно, плохо. С одной стороны, я хочу убедиться, что помпа справится с рулежкой на большой скорости, но с другой стороны, не хочу заново ее менять. И плохо, что еще получается, как бы если я когда-то это протещу уже после гарантии, то будет проблема, да? Но если я когда-то решусь это протестить, я вам обязательно сообщу. Если еще не подписаны, подписывайтесь, чтобы об этом узнать. Вот так вот все закончилось. А какие будут у вас мифические спекуляционные предположения на этот счет? Дайте знать в комментах. Пока!